Ну что же, здравствуйте мои маленькие любители скульпторы, не пугайтесь, но это снова я. Мое имя Виктор и сегодня у нас интересная идея, которую я решил реализовать. Сегодня мы будем снимать резиновый слепок с небольшой куколки. Для этого будет использоваться двухкомпонентная смесь, но я не стану распиаривать бренды, каждому нравится свое. У меня в данном случае, скажу так, стоматологическая резина. Она более нежная, более практичная, иностранная и заморочек никаких нет. Вот как видно на видео, можно перемешать смесь и получить однородную массу. То есть это занимает буквально, ну, считанные секунды, скажем так. Перемешиваем. Правильно, наверное, даже сказать, месим. После того, как масса приняла однородную форму, оттенок и так далее, уже это чувствуется на ощупь. В данном случае скатываю шарик и накладываю на лицо вот этой вот керамической куколки. У меня задача получить ее, скажем так, профиль, овал лица. Для чего? Об этом, конечно же, вы узнаете по дальнейшим работам. Уверен, что все получится и будет даже интересно для всех нас с вами. Все, слепок наложен. И дальше нам нужно будет оставить это дело, ну, на несколько минут, хотя бы минуты 3-5. Вот, в общем-то. После прошедшего времени слепок легко, без проблем сам по себе снимается, ничто его не удерживает. Вот, как видно, лицо четко пропечаталось. Такой пупсик получился. Ну, и дальше, конечно же, это будет заливка воском. Я не стал здесь заморачиваться и заливать просто-напросто в больших объемах воск, а просто запалил свою самодельную горелку героиню прошлого ролика. Кто, кому интересно, как говорится, можете посмотреть. И вот она очень быстро растапливает восковую смесь, которую я наношу непосредственно в форму. Только по контуру, только для того, чтобы получился определенный слой. Слишком толсто здесь просто, ну, нет такой необходимости. Главное, чтобы эта форма удерживалась после высыхания, то есть держала себя. Наносим. К слову сказать, о горелке она очень быстро нагревает. Вот такое количество небольшой воска в керамической плошке. Поэтому я ее всегда тушу. Ну, вот, значит, смесь оставлена, залита. Вот она уже высохла. И спокойно извлекается без всяких заморочек. Теперь мы имеем четкую форму пупсика. Вполне достойный результат, как я считаю. Нужно будет сделать таких несколько. Да, вот здесь вот небольшая заморочка на носу. Это от того, что немножко тальк был плохо мною удален перед этим. Но это не проблема в данном случае. Тальк можно всегда удалить. Вот я его сейчас удалю. Да, в носу излишки остались, поэтому все. Тоже сейчас не будет проблемой для дальнейшей заливки. Поэтому переходим к следующему этапу. Повторная заливка. Мне их нужно в данном случае 4-5. слепков таких, восковых. Вот, воск очень быстро растворился, растопился. И мы точно таким же образом, обычной ватной палочкой, я его наношу в свой слепок. 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 там собственно говоря на глаз видно насколько хорошо залег воск насколько необходимым слоем он лег то есть когда он приобретает бурый равномерный оттенок значит достаточно потому что я его использовал с небольшим красителем вот это форма не получившийся кто был внимательно заметил что я попробовал наложить воск на лицо куклы непосредственно но ничего дельного не вышло поэтому я эту форму обратно ложу на опложку под горелку он растапливается и я опять использую в очередной раз резиновую форму ну ты точно так же как в те разы наносим восковой слой данная восковая смесь к слову сказать она имеет себе несколько компонентов помимо ювелирного воска и даже остатков стеарина поэтому но застывает очень быстро имеет большую плотность чем просто классический ювелирный воск или какой бы то ни было другой поэтому здесь смеси нескольких компонентов это как раз вот для таких вот тонких но что необходимо прочных форм дальнейшем чтобы она не развалилась при работе с ним не растопилась не развалилась не боялась каких-то факторов допустим при нанесении гальванического токопроводного слоя то есть вот так вот ну и вот что мы в итоге имеем вот такие вот две интересные формы в итоге у меня получится 45 штук поэтому ждите всем добра